Друзья, день добрый. Доброе утро, если вы по московскому времени. Сейчас 11, мы с вами стартуем. Меня зовут Михаил Беляев, и я приветствую вас на побинаре про идеальную систему продаж. Сейчас мы в самом начале пройдем с вами, друзья, по ключевым организационным моментам. Они достаточно простые. Первое, мы стартуем и начинаем от этого момента. Второе, если есть звук и свет, в смысле картинка и звук, пожалуйста, расскажите об этом нам в чате. С чатом вы, я смотрю, уже освоились. Можно поставить какой-нибудь плюс, что есть картинка, есть звук. Да, отлично, друзья, большое спасибо. Вижу, вижу ваши плюсы. С чатом мы будем работать. Каким образом? В этом чате вы можете, естественно, друг с другом общаться по теме сегодняшнего вебинара, а еще можно общаться не только друг с другом, но и, например, со мной. Я буду подсматривать в чат, и между слайдами по тематикам буду выхватывать вопросы, которые есть сейчас в чате и которые нужно озвучить. Кроме меня, в этом чате есть три прекрасные компании. Прекрасные они тем, что они очень здорово знают рынок CRM-систем, саму CRM-систему Bittrex24, и на вопросы по тому, что можно делать в CRM-системе, что нельзя делать в CRM-системе, или конкретно, что можно делать в Bittrex24, могут осветить. Это три компании. Компания Bajal Group, компания Total2 и компания Insight. Коллеги здесь в чате уже готовы отвечать на вопросы, поэтому, если есть какой-то вопрос, пожалуйста, можно его задавать. То есть вопросы и по теме семинара, сегодняшнего вебинара, и по теме CRM в принципе. Если вдруг у вас в процессе перебой со звуком происходит, такое обычно из-за интернета, если он у вас окей и стабильный, нормальный, особенно если проводной, то прям все здорово, можно попробовать переподключиться или обновить страничку. Это чаще всего помогает из практики Chrome, Firefox, те браузеры, которые лучше работают с площадкой. Ну, и на других, на самом деле, тоже есть. Запись сегодняшнего вебинара будет, она уже началась, доконвертируется, мы поделимся этой записью, отправим ее вам на ту электронную почту, по которой вы регистрировались, специально делать ничего не нужно. Так, к теме вебинара и маленький-маленький, ну, ответ на вопрос, давайте скажем так. Я в чате в самом начале видел вопрос, будет ли что-нибудь новое, интересное, классное, того, что мы не знаем еще на вебинаре. Мы приглашали к себе разных спикеров на вебинар, и один из них очень классно ответил, классно сформулировал ответ на вопрос. Мне он близок, я им сейчас поделюсь тоже с вами. Скорее всего, вы читали большое количество бизнес-литературы, смотрели много вебинаров, были на конференциях, и количество знаний, которые есть у вас в голове, оно достаточно большое. Но я предлагаю на сегодняшний вебинар посмотреть немножко с другой точки зрения. Не знаю ли я то, про что говорит сегодняшний спикер, про что я вам буду рассказывать сегодня. Делаю ли я это? Вот тот вопрос, который стоит себе задавать. Если вы знаете про то, что нужно планировать продажи, но не делаете это, ну, фактически оно у вас не работает. Поэтому мало знать, вы себе отмечайте сегодня, пожалуйста, те моменты, которые вы можете перенять к себе в свой бизнес, ну, и сделать продажи лучше. Отлично, стартуем. Еще раз, меня зовут Михаил Беляев, я руковожу офисом один из битриксов в Санкт-Петербурге. Я там скоро уже, наверное, 20 лет в продажах, совершенно разных, в личных продажах, в B2B, в B2C, в B2G, сейчас в B2P, как это говорится, да, это разные каналы продаж, каналы компании, физлица, через партнерский канал, много-много всего интересного. Значит, видел продажи и изнутри, сам занимался, там, и в холодных звонках, и на встречах, и в рассылках, и разными каналами пользовался, и организовывал такие процессы. Сегодня мы поговорим про идеальную систему продаж. Это не rocket science, это достаточно прикладные вещи, которые можно взять к себе и совершенно спокойно с ними идти. Я дам немножко статистики обзорной и покажу, ну, если не лайфхаки, то направление, в которое можно идти и сделать свои продажи получше. Итак, что у нас происходит в продажах? Это вот аналитическая такая справка на слайде. 80% компаний еще до коронакризиса, год назад откатимся, но и сейчас ситуация существенно не изменилась, к сожалению, не используют накупленные данные про своих клиентов. Прошу прощения, друзья. Соответственно, если компания собирает какие-то данные, они у нее лежат, архивируются где-то, но в продажах, в дальнейших продажах, в дополнительных продажах или в коммуникациях с клиентами, она их не использует. Это достаточно ужасная история. Мы вроде бы, с одной стороны, и привыкли к тому, что мы звоним в какую-то компанию, и нам сразу же говорят, здравствуйте, Михаил, мы знаем, что у вас есть сделка, вы заказали у нас там условно окна, двери, пылесос, все что угодно, и давайте мы об этом с вами пообщаемся. Мне уже не нужно рассказывать, кто я такой. Но вот посмотрите на статистику, 80% компаний поднимают руку, говорят, здравствуйте, представьтесь, кто вы, продиктуете номер заказа, а есть ли у вас перед глазами код, странички или что-то еще. Поэтому цифра страшная, нужно стремиться ее преодолеть, стремиться, чтобы вы попали не в 80%, а в 20%. Еще одна жуткая цифра, значит, 68% это компании, которые не строят собственную воронку. Давайте я ужас ситуации чуть-чуть поясню, что я имею в виду. Когда компания не строит свою воронку, то есть она не определяет последовательность действий для того, чтобы сделка совершилась. Есть у нас там этап, если мы про B2B, например, говорим, даже если не про B2B, то какие-то продажи с определенным циклом, две недели и больше. Мы говорим сначала, человек должен прийти, познакомиться с товаром. Вживую или у нас на сайте, или где-то еще. Следующий момент. Нам нужно этому человеку сделать, я сейчас абстрактно говорю, коммерческое предложение. Потом нам нужно поработать с его возражениями, записать его на, не знаю, например, тест-драйв, или записать его в шоу-рум посмотреть, или на видеопрезентацию, на демонстрацию какую-то, вот следующий этап. И после этого, соответственно, сделать какое-то конверсионное действие. Он купил, либо не купил. Если мы такую воронку у себя не выстраиваем, и к нам приходит менеджер, мы оставляем построение вот такой системы на нем фактически. Если он классный, крутой, с огромным опытом, то он приходит и говорит, я все знаю, и такую воронку выстраивает самостоятельно. Он фактически там руководитель отдела продаж по обязанностям своим уже. Если этого не происходит, если товарищ зеленый, молодой, он не очень понимает, как в этом рынке, как в этой отрасли вести себя, то он, например, начинает сразу же по первому звонку, говорит, давайте я вам коммерческое вышлю. Ничего еще не уточнил. И он выстраивает такую систему самостоятельно, и, скорее всего, он выстраивает ее, но если даже и не неправильно, то не оптимально. Поэтому нужно, конечно же, вести вот такую структуру внутри себя и рассказывать своим продавцам, что, друзья, смотрите, вот каким образом нужно взаимодействовать с клиентом. Вот какая последовательность. Лучше мы ее проверили, обкатали уже на многих наших клиентов. Ну и как следствие, естественно, 22% руководителей были довольны, давайте так, результатами продаж. Можем маленький опросик сделать. Я сегодня буду просить вас какую-то обратную связь вернуть мне, чтобы я понимал, какая ситуация у вас, и вы для себя фиксировали это тоже. Подскажите, пожалуйста, наверняка многие из вас руководят продажами или имеют отношение непосредственно к аналитике продаж. Скажите, кто из вас доволен, давайте мы так сделаем, кто доволен результатами продаж, ставит цифру 1, кто недоволен, ставит цифру 2. Напишите мне, пожалуйста, в чат. Сейчас, насколько эта картинка совпадает с участниками вебинара. Круто. Ну как круто? То есть я вижу в основном двойки, вот даже проскочил какой-то ноль. Ну хорошо. Я предполагаю, что отвечая на вопрос доволен или недоволен я результатами продаж, вы руководствуетесь тем, план выполняется или не выполняется. Понятно, что всегда хочется больше, это такое естественное желание человека, работающего в продажах, выполняется или не выполняется план, это вот такой ответ на вопрос доволен я или недоволен. Мы про это сегодня поговорим обязательно. Значит, это мы посмотрели на то, что происходит у нас до пандемии, происходило, когда пандемия началась, во время локдауна все ушли по домам, совершенно жуткая картинка творилась, вот если вы видели выпуски, ну если не видели, хорошо, можно посмотреть на пилотов, которые пытаются вырулить этот самолет страны. Мало того, что нужно и в продажах было процессы контролировать, и результаты контролировать, так мы еще ушли все домой, совершенно потеряли и инструменты взаимодействия, у нас остались просто мобильные телефоны, если не было единой системы, и инструменты контроля, конечно. То есть руководитель отдела продаж попал в такую жуткую ситуацию, ему приходилось действительно выруливать, вот в сложных условиях выруливать свои продажи на какой-то более-менее приемлемый уровень. Ну хорошо, давайте еще немножко аналитики, прежде чем мы перейдем к конкретным действиям, мы проводили большое исследование по России вместе с компанией Jason & Partners, Институтом предпринимательства Санкт-Петербургским в прошлом году, и посмотрели, какое количество компаний используют у себя CRM-систему. Значит, вот слева, ну от меня наверняка слева от вас тоже, цифра 17% это компании, которые на вопрос, работаете ли вы в CRM-системе, ответили, да, мы работаем. Мы не копали, насколько глубоко они работают, но вот ответ такой, да, мы работаем 17%. 83% ведут базу клиентов либо в Excel, либо вообще не занимаются клиентскими, фиксированием результатов клиента. Кто это такие, с чем они обращались, какие покупки свершили, никакой аналитики нет. Почему же руководители не строят такую систему, не внедряют условно CRM-систему, которая занимается автоматизацией продаж, которая дает ответы на эти вопросы? Вот, для примера, есть волшебная картинка, возможно, вы ее где-то видели. Когда вы, если вы проходили такой процесс, если вы начинали внедрение системы, CRM-системы, даже если не CRM, то какой-то другой автоматизированной системы внутри компании, вы понимали, что вы встретите сопротивление. И вы его, конечно, встречали. Это даже дело не в том, что менеджеры плохие или хорошие, это, естественно, реакция человека. Если мы говорим, ты работал по-старому, а теперь нужно по-новому работать, то система, внутренняя психологическая система, говорит, нет, спасибо, я лучше продолжу работать по-старому. Поэтому был определенный саботаж. Менеджеры часто саботируют внедрение CRM-системы в более жестком формате или в менее жестком формате. Почему так происходит? Давайте посмотрим. Чаще всего, кроме психологического эффекта, про который я только рассказал, менеджерам не очень выгодно сделать так, чтобы CRM-система у них появилась. То есть очевидных выгод для себя они не видят в данный момент. Выгода для руководителя, она вроде бы понятная. Процессы становятся прозрачными, ты понимаешь, что делает каждый сотрудник, какое количество коммуникаций у него есть, контактов, сделок, сколько раз он поговорил, пообщался, эту аналитику ты видишь и собираешь. Но с точки зрения менеджера, он часто не понимает, зачем же вообще нужна CRM-система, кроме того, чтобы его контролировать. А внедрять CRM-систему, использовать ее только для того, чтобы тебя еще дополнительно контролировали, большой мотивации, конечно же, нет. И часто менеджер видит только первую функцию CRM-системы. Мы тут разбили их на 4 штуки, 4 функции, и первая учетная функция, она понятна для всех, и для руководителя, и для менеджера. И менеджер думает, сейчас внедрят CRM-систему, и четко станет понятно, хорошо или плохо я работаю. И если он не очень старательный, то это всплывет сразу же и будет достоянием общественности. Даже если он старательный, то больше мотивации он для себя не видит. Когда вы подходите к внедрению CRM-системы, если вы уже проходили, если вы на пороге, если вы собираетесь это делать, то, конечно же, нужно менеджерам объяснять, зачем это делается, не только с точки зрения компании. Компания хочет увеличить продажи, поэтому мы делаем такую систему. Это польза в том числе и для менеджеров. Например, огромная польза, заложенная в операционном слое внедрения CRM-системы. Что это такое? Это когда мы берем и автоматизируем часть работы наших менеджеров. Например, создание документов за них делает автоматика. Они больше не заполняют от руки коммерческое предложение, договор или еще какие-то данные для отправки клиенту. Просто они по кнопке получают сразу же готовый договор. Из карточки подтянулись реквизиты, заполнился договор, и вот они уже в PDF-формате отправляют его на электронную почту клиенту, делают это по одному клику. То есть огромное количество рудины можно снять с помощью CRM-системы. Это первый момент. Второй момент. Это непосредственно влияет на личные продажи менеджера, потому что, если ты совершаешь дополнительные продажи, если ты через 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев не забываешь продать клиенту повторно тот товар, который у него закончится. Не знаю, это картриджи, это подписка на какой-то сервис, это интернет, который каждый месяц нужно оплачивать. Это что-то, что заканчивается, и нужно продлить заново. Это повторные продажи, такие регулярные, цикличные продажи. CRM-система не дает забыть про какой-то звонок. Если ты обещал перезвонить через 11 месяцев, она тебя обязательно напомнит об этом. Естественно, у тебя личные продажи, повторные, существенно вырастут. Она контролирует и помогает тебе вовремя позвонить, не забыть отправить коммерческое или уточнить у клиента, как же у него дела. Если вы договорились, что он из отпуска вернется через 2 недели, то записать ежедневник – плохой вариант. Нужно, чтобы кто-то подсказывал, тебе помогал. И CRM-система, конечно же, делает это. Кросс-продажи. Когда у вас есть несколько разных товаров, вы продали один, и логично бы предложить второй. И вот таких функций у CRM-системы, когда она действительно помогает менеджерам, убирает рутину или позволяет им личными продажами управлять, в том числе и аналитику смотреть, их достаточно много, и про них, конечно же, нужно своим коллективом говорить. Третий момент – социальная. Мы можем воспринимать социальную функцию как социальная коммуникация. Мы совершенно спокойно пробрасываем теперь каналы взаимодействия не только в классические инструменты – электронные почты, номер телефона, но и в социальные сети. Пожалуйста, с нами тоже можно там общаться. И я бы еще отметил еще один такой второй смысл социальной функции – это когда вы внутри одного коллектива видите результаты друг друга. Очень часто внутри отделов продаж устраивают такие конкурсы, я думаю, что вы тоже такие механики применяете. Лучший по объемам продаж за месяц, квартал, за год. И, конечно же, у тех, кто занимается продажами, у них такой соревновательный дух внутри присутствует. Это такое хорошее поле для того, чтобы ставить эксперименты в таких механиках. Кто больше всего продаст за определенный период, определенные номенклатуры, закроет текущих сделок. На такие конкурсы отдел продаж, конечно, реагирует хорошо. Поэтому здесь, когда ты становишься прозрачным для коллектива, ты понимаешь, какое количество действий ты совершил. Я не раз видел такие дешборды, вывешиваю телевизор в отделе продаж, и там по количеству закрытых сделок или совершенных звонков за текущий день, и друг с другом столбиками менеджер соревнуется, у кого сегодня больше будет. Это хорошо подстегивает, такая социальная функция есть. Ну и четвертый момент – аналитические. Аналитическая функция, конечно же, больше нужна руководителю для того, чтобы смотреть, как продажи в целом идут по разным направлениям, как конверсии у одного менеджера, у второго по продукту, по отделу, по компании целиком. И к этой аналитической функции можно приучать менеджеров. Почему? Потому что люди, которые пользуются аналитикой в продажах, они постепенно растут, 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 и это кандидаты у вас для того, чтобы занять должность руководителя направления подразделения по продажам. То есть вырасти и понимать всю структуру внутреннюю продаж, смотреть на эти цифры регулярно. Итак, четыре функции CRM. Мы говорим о том, что нужно доносить каждую из них до сотрудников. Вот лучше прежде, чем CRM-система начала внедряться в компании, но уж если мы начали, то хотя бы в процессе. Так, хорошо. Зачем внедрять CRM? Ну вот давайте еще в цифрах ответим на этот вопрос. Компании, которые прошли через процесс внедрения CRM, начали использовать ее как основной ключевой инструмент для продаж, понимают, что в среднем, даже беря такие средние цифры, на 38% вырастает количество выигранных сделок. Если мы смотрим статистику до внедрения CRM, статистику после, общий срез такой, плюс 38% к количеству выигранных сделок. В это же время плюс 55% к росту продаж. Почему цифры немножко разнятся? Потому что вместе с ростом количества сделок вырастает и средний чек, например. Мы кладем в корзину не один товар, а два товара или продаем более дорогой товар, поэтому общий объем продаж вырастает еще интереснее, чем количество сделок, которые есть. Ну и количество менеджеров, которые выполняют план, поднимается существенно, потому что ты в динамике видишь, идешь ты к этому или нет, раз. И второе, потому что система постоянно помогает тебе не забыть сделать следующие действия. Если говорить про Bittrex24, мы даже вынесли специально такой счетчик. Если у сделки нет следующего шага, то есть следующего действия, менеджер не запланировал следующее действие по этой сделке. Позвонить, отправить, уточнить, напомнить. Тогда мы выводим счетчик, говорим, с этой сделкой что-то не так. И чаще всего так и получается, потому что если мы не планируем следующее действие, значит мы забудем очень много дел. Если мы запланировали, то мы про эту сделку не забудем, вернемся к ней. Так, ну хорошо, давайте еще один маленький интерактив. Скажите, пожалуйста, по российским данным, российской статистике, какова вероятность того, что план продаж будет выполнен. Вот мы говорим, план продаж условно там миллион, и мы придем к этой цифре. Какая вероятность того, что в среднем компаниях, практика даже невероятность, сколько компаний в процентах выполняют план продаж регулярно? Так, вижу цифру в 50, 50, 80 процентов, 85, 20, 30. Смотрите, как мы в разные стороны ушли. Ага. Спасибо большое за активность, друзья. Пока вы бросаете цифры, я скажу вам ответ верный, основанный на статистике. 81 процент компаний не выполняют план продаж так, как они запланировали. То есть они не добираются до своих 100 процентов. Может быть, они подбираются близко, это там 95 процентов. Мы почти, почти еще немножко мы выполнили. Может быть, они совсем не выполняют там 70 процентов или 60 процентов, но тем не менее, огромное количество компаний, больше 80 процентов компаний не выполняют те цели, которые они перед собой поставили. Теперь давайте все-таки попробуем разобраться, как ставить эти цели в плане продаж и что будет под спорьем вам для того, чтобы план выполнялся. Итак, тоже маленький интерактивчик. Вы будете писать, а я буду быстро проговаривать. Значит, это гора Эверест, и на ней стоит счастливый человек, который добрался до этой горы. Вы можете видеть, как там непросто все это было, ну или представляете, как все это непросто. Если я решу подняться на гору Эверест и скажу, я хочу подняться на Эверест, будет ли это планом? Можно просто да, нет, плюс-минус мне в чатик побросать. Я хочу подняться на Эверест. Будет ли планом? Вот практически единогласно вы говорите нет. Нет, это не план, потому что у меня нет никаких данных к нему. Это такая мечта, наверное. Какой же это план? Я говорю, я хочу на Эверест и сижу дальше у себя в кресле, ничего для этого не делаю. Да, это такое желание, мечта, оно не практическое. Хорошо. Теперь я говорю, я хочу подняться на Эверест в феврале 2022 года. Это план, то есть я уже конкретизировал, что это гора Эверест, это я конкретно и я хочу подняться на гору. Вот тут несколько комментариев, вижу, что это цель. Совершенно с вами согласен. Да, это цель и для того, чтобы это стало планом, по сути, я должен разложить эту цель на составляющие. Что конкретно нужно сделать для того, чтобы я поднялся? Сколько мне нужно тренироваться? Нужно ли мне что-то сделать по своему здоровью, вообще способен ли я подняться? Могу ли я переносить такие перепады высот? Позволит мне это давление или нет? Что мне нужно купить для того, чтобы это сделать? Когда мне нужно запланировать отпуск? Как тренироваться? То есть много-много действий для того, чтобы это реально стало планом. И тогда вот из этих действий вывалится план. Потому что если я скажу, я хочу в феврале 2022 года подняться на Эверест, может быть, когда я разложу все это по задачам, декомпозирую, получится, что в феврале 2022 года я просто не успеваю. Минимум 23 год, а раньше никак не получится. Почему я это рассказываю? Значит, есть достаточно простая формула плана продаж. К счастью, перед вами не она. Если вы знаете, что это за формула, тоже можно в чате бросить. Я при подготовке презентации узнал, что это такое. В университете не обучали. Значит, а план продаж на самом деле не сложная формула. И выглядит она вот таким образом. Мы делим свою базу изначально на клиентов, которые у нас уже есть, и клиентов, которые у нас придут. То есть новых клиентов и текущих клиентов. И говорим, выручка от этих клиентов это произведение трех значений. Это количество лидов, если мы говорим про новых клиентов. Это конверсия, сколько процентов из этих лидов станут нашими клиентами. Это мы на основе своей аналитики можем понимать. И средний чек. Это мы тоже на основе своей аналитики можем понимать. То же самое мы говорим про текущих наших клиентов. У нас есть база, вот объем такой базы. Мы понимаем процент повторных продаж, вот такой процент, и мы понимаем средний чек. Можем ли мы влиять на каждый из этих показателей? На количество лидов, на конверсию, на средний чек? Можем. И поскольку это коэффициенты, то это очень прекрасно работает, когда мы говорим, давайте мы средний чек сделаем не одну тысячу, а две. Но всегда помним, что давайте-ка мы сделаем не одну тысячу, а две – это мечта, а для того, чтобы это был план продаж реальный, мы говорим конкретно, какие действия мы сделаем, не просто мы там цены повысим, но есть. Да, коллеги пишут в чатике про отток, естественно, мы учитываем отток, мы говорим, что у нас есть база, вот она там, тысяча клиентов, у нас утекает регулярно 10% этой базы. То есть у нас там в следующий месяц будет 900 клиентов из этой печи. Но на основе того, что у нас клиенты прирастают, ну, можно усложнять эту формулу для того, чтобы она была более точной, но в целом это две формулы, которые вы получаете. Мы складываем выручку текущую консуальную от текущих клиентов и выручку от будущих клиентов. Соответственно, мы здесь договариваемся с маркетингом, что нам нужны лиды. Если у нас подразделения разные, мы занимаемся продажами, коллеги занимаются маркетингом, мы говорим, друзья, нам нужны лиды. И тут тоже достаточно конкретно описываем, какие лиды нам нужны. Вот он, профиль лида, вам же любой трафик совершенно не нужен. Нет, вы договариваетесь, какой профиль лида. Отслеживайте это, смотрите на конверсию. Можно ли влиять на конверсию? Конечно, можно. Если вы это делаете условно на сайте, есть целый блок конверсионных инструментов на сайте, как представить, как красиво показать, как преодолеть возражения, какое конверсионное действие поставить, в какой момент это нужно сделать. Если мы говорим про цикл длинной сделки, B2B и B2C продажи, у которых от недели и дальше несколько итераций, мы говорим, как нам улучшить каждую из стадий. У нас CRM-система показывает нам, где, на какой стадии, какой конверсией мы сейчас владеем, какой обладаем, какая у нас сейчас есть. И поэтому на эти показатели мы точно так же можем влиять. То есть план продаж мы ставим, я надеюсь, что и вы тоже его ставите. И состоит он не из желания сделать плюс 10% к предыдущему периоду. Мы посмотрели, сколько у нас был апрель в 2020 году и говорим плюс 10% и вот это наш план продаж. А мы говорим конкретно, из чего он получится. Тогда мы понимаем, сработает ли это или не сработает. И, соответственно, уверенностью обладаем и в процессе можем подкрутить нужную цифру, если она упала или недостаточно хороша, так как мы ее планировали. Я был и в первой, и во второй ситуации. Причем и первая ситуация, и вторая ситуация может работать. Я работал в компании директора по продаже и какое-то время ставил планы продаж от желания плюс 10 или 15%. Я считал себя богом планирования, потому что я практически всегда попадал. Что мне помогало, я уже сейчас сложно могу вспомнить, но тем не менее я говорил плюс 10%, и мы получали плюс 10%. Но если бы я нарисовал себе не плюс 10, а плюс 20%, то, скорее всего, я бы никак не попал и цели не достиг. Потому что, естественно, приток не может гарантировать мне результат, если я не понимаю, как же я его достигну. Поэтому, друзья, призываю вас раскладывать план продаж на детали. Вот он, план продаж, который находится в CRM Bittrex24. И мы смотрим, какой менеджер, какой план продаж у себя видит, как он его достиг в процессе, в промежутке. Это статистика доступная и самому руководителю продаж, и менеджер может подсмотреть, как у него дела. Коллеги задают вопрос, если отдел продаж новый и аналитики никакой нет, как же быть? Скорее всего, без аналитики вам достаточно сложно попасть в процент конверсии, и вы его предполагаете и проверяете небольшими итерациями. То есть вам, наверное, не поставить план продаж на целый год, потому что вы точно промахнетесь. Вы ставите план продаж на ближайшие две недели, месяц, смотрите на цикл сделки и говорите, давайте теперь точно замерять. Вам нужны инструменты для замера, и вы такие эксперименты ставите. Какая конверсия из старой базы, какая конверсия из новой базы, цифры посмотрели, применили их, решили с ними работать. И вам придется просто поставить план не на целый год, а итерациями двигаться. Первый месяц посмотрели, скорректировали план продаж. Посмотрели еще раз, скорректировали еще, вот такими шажками. То есть это возможно, да, если совсем никаких данных нет, у вас новое направление, вы новый человек, вообще никакой статистики нет. Ну, по что я не верю, там хоть какая-то должна быть на самом деле. Ну, если вот совсем с нуля, то небольшими итерациями, первый раз предполагая, угадывая, возможно, на основе своего опыта из предыдущих отраслей, ну, потом корректируясь. Так, это план продаж, который есть у нас в Bitrix24, мы на него смотрим. И еще одна супер важная история, CRM-система, ну, давно уже не прерогатива исключительно отдела продаж. То есть не только отдел продаж смотрит внутрь CRM-системы и работает с ней. У нас, соответственно, много запросов, которые мы сейчас по рынку видим, когда мы видим человека, он маркетолог, и он говорит, я хочу CRM-систему. Разговаривая с ним, начинаешь задавать вопросы, зачем же CRM-система конкретному маркетологу, если вроде бы на продажу он не влияет, а влияет на количество лидогенераций. Если вы сталкивались с ситуацией, когда в компании разные люди отвечают за лидген, то есть трафик, который приходит к вам, и за продажи, то наверняка между ними был такой условный конфликт. Продажи говорят, трафик, который вы нам привели, маркетинг, он не очень. Соответственно, маркетинг говорит, трафик-то мы привели хороший, а вот вы обработали его так, как не надо было. Поэтому, конечно же, маркетинг хочет очень понимать, что случается с его трафиком в дальнейшем. Качественно ли, хорошо ли он обрабатывается, ну и вообще, какую конверсию дает. Вообще, маркетинг достаточно хорошо считает цифры. Мне кажется, что лучше, чем продажи, потому что у маркетинга инструменты сейчас цифровые в основном, и всегда маркетолог, если ему задать вопрос, сколько стоит заявка, почти всегда отвечает на вопрос. Заявка стоит 300 рублей, тысячу, заполненная форма на сайте, сколько стоит. Вот столько примерно, сколько нужно потратить денег. Соответственно, если маркетолог знает такую цифру, это очень здорово, хорошо и теперь нормально, естественно. Но, к сожалению, редко маркетолог знает цифру конечную. Вот он привел 100 лидов, и они закончились продажей или нет. Сколько стоит заявку, он понимает, но конвертируется ли она в продажу, понимает редко. Поэтому, конечно, сквозная аналитика, вот то, что называется сквозной, когда мы от канала продаж идем до конечной продажи, она дает понимание, какой трафик лучше привести в следующий раз. Условно, из какого канала он качественнее. Мы привели трафик из Facebook, контакта, из директа, из партнерской ссылки какой-то, и как он конвертируется в дальнейшем. На этот вопрос дает ответ сквозная аналитика, которая внутри CRM видит и входящий трафик. Пожалуйста, вы его пометили там номером телефона, почтой, UTM-меткой или еще чем-то, и в конце вы получили продажи. И прям CRM-система дает аналитику. Сколько стоит продажа из конкретного канала вот такого? Раз, и получили эту цифру. Это хорошо и для маркетинга, и для продаж. Мы таким образом налаживаем вот эти внутренние связи между маркетологом и продавцом внутри одной компании, что очень здорово, и работает на компании, и на их взаимоотношениях в том числе. Значит, теперь про коммуникации разные. С какими каналами вообще мы коммуницируем? И это такой, наверное, самый первый и самый большой шаг. Если здесь есть участники, которые еще без CRM-системы. А есть такие, кстати, друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого есть CRM-система. И минус, у кого CRM-системы пока нет. Вы про это только думаете, задумались. Я пока буду продолжать немножко и подсматривать, насколько мы... Да, спасибо большое. Я в процентах сейчас, конечно же, не скажу. Вижу даже три минуса, то есть достаточно далеко. Хорошо. Значит, один из первых шагов, который вам необходимо сделать, это взять под контроль каналы коммуникации с вашими клиентами. Вообще, мы когда смотрели на формулу продаж, там первое, что было, это лиды, заявки. То есть мы должны совершенно точно понимать, какое количество входящих запросов, заявок у нас есть. А каналов для входящих заявок у нас достаточно много сейчас. Это и социальные сети разные, это мессенджеры, в которых хотелось бы присутствовать, и клиенты хотят, чтобы мы присутствовали. Не то, что нам очень хотелось бы. Клиенты хотят общаться там, им там удобно, и мы, соответственно, тоже идем туда. Это сайты, на которых мы работаем, это классические каналы, почта, телефон, это даже офлайновые каналы в текущем режиме даже и так возможно. И все эти каналы нужно бы обрабатывать. Они достаточно легко подключаются в интерфейсе. Вот перед вами скриншот из Bitrix24. Это интерфейс контакт-центра, когда мы такие вот мостики между разными каналами пробрасываем. CRM-система объединяет в себе, собирает все каналы коммуникации, по которым вы взаимодействуете. И современные каналы, и классические. Делается это несложно, подключается в несколько кликов. По нюансам, если вдруг они возникают, коллеги вас там в чате проконсультируют, если вдруг вы пытались и у вас не сразу получилось, то коллеги расскажут, что там можно сделать. Но в основном там программирование никакого не требуется. Это может подключить и специалист, не обладающий знаниями специализированными, да, как писать код, например. Итак, мы посчитали совершенно точно, сколько входящих запросов у нас есть. Следующий шаг, который мы делаем, мы считаем и смотрим, как мы их обрабатываем. Первое, как быстро обрабатываем мы, то есть можем ли мы потратить два дня на ответ на входящее письмо. Можем ли мы потратить 10 часов на ответ из входящего канала, не знаю, мессенджера. Вообще доступно ли такое в текущем режиме, можем ли мы позволить себе так делать. Эту статистику считает CRM-система, и более того, мы когда про роботов будем говорить, можем попросить этих роботов контролировать скорость обработки заявки. Появилась новая заявка, два часа мы на нее отвели, например, после этих двух часов нужно сразу же посигналить менеджеру, его руководителю или еще кому-то, что время закончилось, и срочно нужно такую заявку обработать. Так можно сделать, приложить функцию контроля, оперативного контроля на автоматизированные алгоритмы на роботов. Итак, контакт-центр. Мы подключили все каналы, которые у нас есть, и здесь начали точно считать вот первую часть, все лиды, которые входящие у нас есть. Второй огромный момент, который дает CRM-система, это сквозная история коммуникации по клиенту. Начиная от того, что мы разные каналы объединяем в одной карточке, если мы в карточку клиента занесли номер телефона, его электронную почту и присоединили туда чаты, например, мы вот в правой части, мы называем это таймлайн, видим всю историю взаимодействия с клиентом. Он приходил к нам на сайт, например, оставил заявку там, потом он позвонил нам по телефону, потом мы общались с ним в электронной почте, и сквозная история может присутствовать здесь. Там же мы видим, вот о чем мы договорились в последний раз. Там же находятся звонки. Мы можем послушать звонок, обещал ли, например, менеджер скидку ему в прошлый раз. Если клиент говорит, мама, я клянусь, значит, 50% то, что сказал ваш менеджер в прошлую субботу. Мы говорим, окей, сейчас мы возьмем звонок, послушаем, и вы тоже можете послушать, если вам интересно. Вот мы сейчас этот кусок поставим вам, и менеджер говорит, 5%, там, ноля не было. То есть это все можно поднять, посмотреть и достаточно быстро вникнуть. Если человек вам звонит по номеру телефона, такая карточка уже есть, карточка сразу поднимается, вы говорите, здравствуйте, Михаил, и понимаете, какая коммуникация с Михаилом ведется в данный момент. Это супер история для того, чтобы вся история взаимоотношения с клиентом осталась у вас внутри компании. Почему это очень важно? К вам приходит новый менеджер, новый человек, и он очень быстро вливается. Если в текущем режиме вам нужно передать новому менеджеру базу клиентов, например, вот она, Excel, и теперь звони этим клиентам. Как происходит разговор? Здравствуйте, я Михаил, я новый менеджер, буду вас курировать, давайте знакомиться. И клиент говорит, ну, мы с вами работаем вроде уже как, там, несколько лет, но давайте еще раз познакомимся. Как-то странно. А если менеджер меняется там 2-3 раза за небольшой отрезок премии, то клиент совсем странно, что там происходит. Здесь мы просто приходим, говорим, посмотри, пожалуйста, вот тебе клиенты, мы их автоматически передали на тебя в CRM-системе, изучи их, продолжай с ними взаимодействие. Если я зашел в карточку клиента, там написано, мы разговаривали про такую-то сделку, окей, я звоню, говорю, здравствуйте, я Михаил, я теперь за, там, Анну, например, и давайте мы с вами продолжим общение по вот такому-то товару. Мы разговаривали, вы с нашей компанией, давайте сейчас придем к какому-то итогу хорошему. Ну, логично, что. Значит, теперь давайте еще немножко статистики. Я попробую вас поубеждать про разные сценарии, ну, про сценарии, наверное, взаимодействия. Я в первой части попробовал вас убедить, сказал, что если мы непоследовательно не выстроили правильный алгоритм работы с клиентом, то, скорее всего, менеджер так же хорошо, как мы, это не сделает. Поэтому сейчас еще про один момент и про несколько цифр. Значит, первая цифра, я все, у меня пугательные цифры, я прошу прощения, друзья, это не для того, чтобы вас запугать, для того, чтобы заострить внимание, что это проблема, и к этому нужно свое внимание, фокус своего внимания обратить. 80% продаж требует больше одного звонка. Когда мы начинаем взаимодействовать, опять же, B2B или B2C не так критично, если мы несколько итераций с клиентом делаем, то очень часто одного звонка недостаточно. Вам звонят продать страховку, вам звонят предложить, не знаю, интернет в B2C, вам звонят как представителю компании для того, чтобы заключить контракт на, не знаю, типографию или что-то еще. Это не один звонок, не одна коммуникация. Теперь вторая цифра. 44% менеджеров сдаются после первого звонка. Вот когда мы позвонили, попали на человека, если это холодные звонки, то мы 100% попали в то время, когда человек не ждет нас, он говорит, слушайте, давайте потом, или у меня все есть, спасибо большое. И вот в этот момент почти половина менеджеров кладут трубки и говорят, ну окей, спасибо, так спасибо. Потому что мы не дали им сценарий, не дали им обработку возражений, правильно не научили их это делать, и не контролируем этот процесс. То есть я позвонил, ничего у меня не получилось, я пошел дальше. В итоге мы работаем только с теми клиентами, которые вот созрели и находятся на пике, что вот сейчас мне нужно выбрать типографию, а у меня своей нет почему-то, вдруг так случилось. И в этот момент мы звоним, говорим, а мы типография, он говорит, ой, как здорово, давайте работать вместе. Представляете, какое должно совпасть количество факторов, чтобы вот так все удачно сложилось. Чаще всего, конечно, нет. Нужно постепенно работать с клиентами, преодолевать возражения, и цикл сделки может быть достаточно длинный. Ну и вот процент, последняя цифра, 48, это про то, зачем менеджер звонит. Вот вообще, если задать вопрос, зачем менеджер звонит, часто можно услышать, узнать, как дела, например. Если это цель звонка, то она достигается очень быстро. Здравствуйте, Семен, как у вас дела? Слушайте, все хорошо, спасибо. Продукция не нужна наша? Нет, не нужна, спасибо. Все, разговор закончен. Менеджер цели достиг, достиг, он узнал, как дела. Цель звонка должна быть совершенно другая, какое-то конверсионное действие. Цель звонка, там, уточнить контактные данные для того, чтобы потом сформировать коммерческое предложение. Позвонить для того, чтобы получил, не получил человек коммерческое, что он про него думает. Цель звонка, преодолеть какие-то возражения, выйти на следующий шаг. То есть каждый раз у вас цель звонка на шаг приближает вас к совершению сделки. Не бывает звонков, когда там узнать, как дела, спросить, что у нас происходит, или уточнить, нет ли у них каких-нибудь заказов. Ставьте цель звонка более конкретную. Это внутренне, психологически помогает вам настроиться на то, чтобы цель такую выполнить. Потому что если цель поинтересоваться, то все круто, поинтересовался, и все здорово, мы идем дальше. Так, окей, это про сценарий. Теперь маленький лайфхак про внутреннюю воронку. Вот когда вы воронку продаж выстраиваете, там же есть серединка воронки, которая у вас разными голубыми, бирюзовыми, синими цветами нарисована. Есть финал этой воронки. А финал воронки может быть, ну, как минимум, два варианта. Первый положительный, у нас все сложилось хорошо, сделка заключена, мы идем выполнять работы или отгружать товар. И второе, сделка провалена, мы ее не закрыли так, как мы хотели. Она неуспешная, называем ее так. И вот если успешная стадия, она одна, то неуспешных стадий несколько. И вот в неуспешных стадиях нам очень важно разделить, почему сделка проиграна. Потому что проект не сложился, потому что этот проект ушел конкуренту, потому что клиент сказал, что это не те деньги, на которые он рассчитывал. Мы были совсем не в рынке, предложили ему там плюс 70% от цены, на которую он ориентировался. И вот такие причины отказа в отрицательном результате сделки мы, конечно же, выстраиваем. И если вы руководитель отдела продаж, вы потом заходите, фильтруете сделки по отрицательному результату, заходите в сделки, которые, потому что клиенту не понравилась наша цена, и слушаете разговоры. И вот там чаще всего мы видим, что менеджер даже не попытался обработать возражение «мне дорого». Ну или обработал его там не очень качественно, не очень хорошо. Это точка роста. Мы можем рассказать менеджеру о том, как нужно это делать, дать ему условно там скрипт, посмотреть на то, как он дальше взаимодействует с клиентами. Это раз. И второй момент – мы потом по этим клиентам можем делать дальнейшие маркетинги, дальнейшие продажи. Мы взяли всех, кто ушел к конкурентам, через полгода позвонили, мы сказали, давайте вернемся к нашему разговору, как вам там живется, а у нас, смотрите, какая классная история, давайте, может быть, либо по этому же продукту, либо по соседнему продукту продолжим с вами работу, мы же не чужие люди уже. Сколько времени мы с вами общались в прошлый раз. Поэтому, пожалуйста, используйте эту возможность, несколько разных отрицательных результатов, и мы по ним движемся и в дальнейшем работаем, это дополнительная продажа. Так, я обещал вам про роботов порассказывать, и это огромная тема, про которую я, конечно же, не расскажу сейчас детально, но, опять же, фокус вашего внимания хочу сюда переместить. Роботы – это внутренние алгоритмы, мы их так называем, они, конечно, там, не как человекоподобные роботы с головой, руками и ногами, это алгоритмы, которые помогают нам сделать что-нибудь. Вот что они могут помочь нам такого сделать? Они могут, как я говорил, последить за менеджерами, вовремя ли обрабатываются лиды, посмотреть, какое время реакции на какой канал у них существует. Мы так можем взять аналитику посмотреть и сделать. Мало того, что мы аналитику можем посмотреть, мы этим роботам можем сказать, вот если два часа прошло, нет никакого движения по сделке, по входящему лиду, пожалуйста, нужно написать там самому менеджеру, дружище, у тебя там лид, ему уже не очень хорошо, беги скорее, помоги ему. Написать менеджеру, руководителю этого менеджера, смотри, у тебя не справляется сотрудник, видимо, много работы, давай как-нибудь организуй процесс. Либо вообще передать этого лида, входящего другому менеджеру. То есть за там час не справился один, не подошел к вопросу, мы его переназначаем сразу. Вот такие могут быть истории. Огромное количество сервисных сообщений могут делать роботы. Здравствуйте, ваш товар прибыл в пункт доставки, мы увидели ваши деньги, побежали работать. Все, что мы можем связать вот по разным стадиям, менеджер отправил вам коммерческое предложение, вот она ссылка, посмотрите. Мы там позавчера отправляли коммерческое, а вы до сих пор его не посмотрели. Есть такие инструменты узнать, открыл или не открыл менеджер коммерческое предложение. Вы его до сих пор не посмотрели, давайте-ка мы узнаем, значит, как это дела. Может быть, что-то еще нужно, может, я голосом позвоню вам. Роботы могут мониторить внешние действия клиентов. Например, мы сделали рассылку по клиентам электронную и смотрим, кто из них перешел по ссылке, посмотреть нашу новую линейку товаров. И всех этих товарищей, которые на ссылку нажали, мы сразу же автоматом переводим в следующую стадию и менеджеру отправляем сообщение. Вот Сергей Семенович, иди быстрее помоги ему. Он заинтересовался новыми маслами, которые мы только что вывели на рынок. С ним нужно об этом детально поговорить. Вот Анна Владимировна, поговори с ней про новую услугу консалтинга, про которую мы рассказывали на сайте. Кажется, ей это интересно. Вот автоматом такие действия можно делать. Ну и еще два больших направления. Это документы. Фактически любые шаблонные документы можно автоматически генерировать. Как только вы переводите сделку в стадию, например, подготовка коммерческого предложения или подготовка договора, автоматом могут формироваться какие-то документы. Они подтягивают данные из карточек клиента, набирают это в готовый шаблон, и сразу же, пожалуйста, у вас есть такой документ. Менеджеру не нужно об этом думать и руками делать. Мы про это немножко с вами поговорили. Еще роботов можно использовать для рекламы. Роботы автоматически на разных стадиях воронки могут добавлять вашего клиента в рекламные аудитории, в рекламные кабинеты. В каких кейсах это работает? Например, у вас длинный цикл сделки, дорогой продукт, вы начинаете обрабатывать клиента, и на стадии, например, переговоры, обработка коммерческого предложения, формирование коммерческого предложения, вы добавляете этого клиента в рекламную аудиторию, и он начинает в разных точках видеть рекламу вашей компании. Классные отзывы о работе с вами, успешные кейсы, которые вы создали, внедрили, сделали с другими компаниями. И у него психологически начинает потихонечку капать в плюс работы с вами, что как классно, я и здесь их видел, и там их видел, и вот вроде бы эти товарищи, которые на рынке известны, тоже про них хорошо отзываются. Дай-ка я с ними поработаю. Это первый кейс. Второй кейс, вы закрыли сделку, например, закрыли ее успешно, и вам нужно совершить продажу кросс-продукта какого-то, соседнего продукта. И после завершения сделки вы говорите, а давайте мы еще покажем клиенту, что мы еще умеем. Он с нами вроде бы уже работает, и вдруг видит, смотрите, а они еще вот и в этой сфере умеют. И этот блок могут не закрыть, давайте мы поработаем с ними. И вот таких сценариев можно нагенерировать огромное количество. Здесь уже ваша фантазия, логика, бизнес-процессы, которые у вас в компании построят. Так, кейс про роботов. Вот я сейчас рассказывал вам, как это здорово. И небольшой пример про роботов. История, которая нам очень нравится цифрами. Я сейчас поясню, почему цифрами нравятся. Не только по результату, но и по самим цифрам. Значит, в одной компании работали два продавца и обрабатывали примерно 400 клиентов в месяц. Со средней конверсией 7%. 7% из этих 400 клиентов превращались в реальные продажи, остальные оставались в базе, и с ними было дальнейшее взаимодействие. Компания внедрилась в ARM-систему, решил настроить роботов. Они настроили 47 роботов. Почему нам нравится этот кейс по цифрам? Потому что очень близко к 47 Ronin'ов, к известному фильму и произведению. Они настроили этих роботов, и количество клиентов, которые те же два продавца начали обрабатывать, увеличилось до 500. То есть часть рутины забрал на себя робот, 47 штук, часть осталась здесь. Плюс 100 клиентов у них в месяц получилось. И конверсия через два месяца у них стала не 7%, а 12. Если вы занимаетесь продажами, то это на самом деле космический результат. Увеличить конверсию с 7% по 12% в продажах – это прям космос, мечта любого руководителя отдела продаж, который работает и видит реальные продажи, а не просто мы конверсию на новом сайте с нуля увеличили до 5-7%. Поэтому, конечно же, это заслуга автоматизированных алгоритмов, которые освободили менеджеров и дали им возможность более плотно по своим ключевым задачам, ключевым функциям, тем, которые роботы не сделают за них, например, переговором, работать со своими клиентами. Поэтому, друзья, призываю вас еще раз про систему автоматизации внутри подумать. Лучше поговорить с экспертами. Вот коллег, я уже представлял, которые у нас в чате работают, на вопросы отвечают. Коллеги будут связываться, спрашивать вас, и можно смело задавать им вопрос. Скажите, пожалуйста, вот тут было про роботов, как они мне могут помочь? Давайте поищем с вами кейс, который будет работать в моей компании, может ли он мне тоже классный результат дать. Еще подсветить один момент хочу. Это разные воронки внутри вас и тоннели продаж. Сейчас расшифрую. Когда у вас внутри компании есть не один продукт, а несколько, и тем более, если там перемешаны и продукты, и услуги по разным циклам, воронкам продаж, приходится их разделять. Это не одна воронка. Давайте на примере автомобилей. Продажа автомобиля – это одна воронка. Мне нужно найти клиента, пригласить его на тест-драйв, поговорить с ним, выбрать комплектацию, провести, провести, провести его финал оплаты автомобиля. Там где-то кредит посередине еще есть. А потом мне нужно этого клиента на автомобиле затащить к себе на техническое обслуживание, чтобы он прошел у меня там первое, второе, третье, пятое, восьмое ТО. И эти воронки, они отличаются. То есть воронка на техобслуживание, она другая. Мне нужно просто позвонить, поймать в тот момент, когда у меня пробег или время будет определенным, пригласить к себе, дать какие-то условия, чтобы я поехал и привезти. Это разные воронки. Значит, и вы такие разные воронки выстраиваете у себя по разным услугам, разным продуктам. Они друг от друга отличаются. Это принцип разных воронок. Почему так нужно делать? Потому что действительно действия внутри этих воронок разные. По одной их не запустить. Второй момент. Эти воронки между собой чаще всего должны быть связаны. Вот как с примером в автомобиле. После того, как я купил автомобиль, нужно запустить следующую воронку через определенное количество времени для того, чтобы привезти меня на техобслуживание. Не забыть про меня и точно меня захватить к себе. И вы точно так же выстраиваете. У вас есть соседний продукт, соседняя услуга. У вас через год потребуется, не знаю, обслуживание кондиционера. У вас регулярная продажа детского питания или чего-то еще. Вы выстраиваете эти воронки постоянно друг за другом для того, чтобы не забыть. И связываете их. Если вы на схеме видите, если там можно разглядеть, то воронки друг с другом связаны, из одной начинается вторая. И это принцип тоннелей продаж, когда клиент попадает из одной воронки в следующую, и мы про него никогда не забываем. Эти тоннели могут быть даже автоматическими. Если у вас такие продажи, где участие человека практически не требуется, то тоннель может быть автоматом. Условно, ну давайте, я нафантазирую, я покупаю корма для животных, и я всегда в корзину кладу одно и то же. И меня можно просто догнать сообщением, сказать, Михаил, прошло две недели или месяц, насколько мне хватает этой корзины с кормом. Например, заказать еще раз, и там две кнопки, да или нет. Мы нажимаем там да, например, и пошел цикл следующий. То есть мы всегда должны вести этого клиента, никогда не бросать его. В этом нам помогают тоннели продаж, связанные воронки. А разные воронки нужны для того, чтобы разные циклы сделок вести у себя, потому что разные продукты, разные услуги. Так, круто. Еще одна тема, которая в последнее время очень сильно помогает в продажах. Мы с вами в последний год в локдауне, кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее, огромное количество людей привыкли к цифровым каналам. Даже если сейчас они вернулись в офис и не сидят у себя по домам, они привыкли покупать что-то прямо в интернете. Очень многие категории товаров теперь стали, ну, таким обычным делом, обычной покупкой. По себе, своим знакомым могу совершенно точно сказать, что, например, товары из гипермаркетов, еда, обычное питание, я теперь достаточно редко езжу в магазин для того, чтобы купить. В основном теперь это корзина, которую ты через мобильный телефон добавляешь или оплачиваешь. То же самое касается огромного количества разных услуг или товаров небольших, которые можно прямо в чате. Если вы начинаете торговать там в Инстаграме или у вас на сайте висит виджет, напишите мне через WhatsApp, Instagram, Telegram или еще какой-то канал, и, пожалуйста, я начинаю разговаривать с вами внутри Telegram-канала и говорю, а покажите, расскажите мне про эту услугу. Совершенно спокойно теперь можно взять ссылочку из CRM-системы и бросить ее в чат. Вы все в CRM-системе общаетесь, то есть тот же Telegram-канал приходит вам в CRM, мы уже объединили его. Бросит ссылочку, посмотрите вот на эту услугу. Можно ее словами описать, описывайте словами. Если нет, пожалуйста, бросайте ссылочку. Человек говорит, да, слушайте, интересно, готов оплатить. И вот здесь нельзя выпускать его из комфортного пространства мессенджера, и нужно сразу же взять у него деньги. Сейчас технология позволяет это сделать достаточно просто. Вы точно так же в чат бросаете ему ссылку на оплату, он оплачивает на мобильном телефоне, никуда не выходя. У него спрашивают, там, данные карты запомненные или условно Apple Pay, Google Pay, что-то, что он сразу же использует и переводит вам деньги. Значит, несколько бытовых живых примеров без названий магазина. Значит, недавно нужно было мне заказать товары. Я заказываю это в крупном интернет-магазине. И вот несколько раз подряд за последнюю неделю у меня не берут деньги. Говорят, оплата курьеру. Я говорю, ну хорошо, и ни разу из последних вот трех примеров за последнюю неделю мы не дошли до финальной покупки. Почему? Потому что когда я сел подумать, что хорошо, мне нужно курьеру отдать будет оплату, это если, например, наличными, это супер неудобно, я пошел в другое место, купил в другом месте. Или потом я в процессе передумал и сказал, слушайте, нет, так, наверное, не работает, я не буду делать. Одни герои не взяли у меня предоплату и прислали мне заказ на почту России, куда мне нужно было идти в рабочее время и торжественно забрать посылку. Посылку я не забрал. Поэтому, пожалуйста, друзья, если у вас есть вариант взять с клиента деньги прямо сейчас, используйте эту возможность. Вот он находится в чате, он импульсно пообщался с вами и готов отдать вам деньги. Пожалуйста, возьмите у него деньги прямо в чате. Такой функционал есть внутри CRM-системы, он доступен. Коллеги подскажут, расскажут, как его активировать. Принимайте оплату в чате, у вас все это будет внутри CRM-системы. Там подключаются разные платежные инструменты. Вы эту ссылку можете отправить и в чат, и в SMS-сообщении. То есть это достаточно простой, понятный и привычный уже клиентам инструмент. Ближе к финалу уже мы двигаемся. Друзья, у нас 10 минут осталось. И в эти 10 минут мы поговорим про повторные продажи еще немножечко, про то, как мы удерживаем клиента. Значит, что про удержание в цифрах мы тоже можем рассказать. Если спросить компании, как они считают, хороший ли сервис вы оказываете клиентам, давайте тоже маленький опросик сделаем. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, ну давайте, на какую оценку вы оказываете сервис клиентам? По пятибалльной шкале, пятерка, мы прям классно и отлично все сделаем, здорово. Единица, мы, конечно, в следующий раз к нам не придут. Бросьте в чатик, как вы думаете, насколько вы молодцы с вашей точки зрения. Вижу скромные четверки, вижу честные двойки, вот, вижу семерку пятибалльную, это прям огонь, огонь. Да, спасибо большое, друзья. Значит, к сожалению, информация такая, что наше мнение про себя очень часто не в лучшую сторону разнится с мнением клиентов, из которых там меньше 20% считают, что мы действительно молодцы. Остальные говорят, что, слушайте, ну вот, конечно, не так, как вы это себе представляли. Еще одна цифра, которую вы на слайде видите, это я, к чему первую историю? Потому что спрашивайте, конечно, клиентов, насколько они вами довольны, и получаете реальную картинку. Это называется NPS, Net Promoter Score. Достаточно простой опрос, можно делать его в автомате. Коллеги из компании интеграторов тоже подскажут, как это можно через Bitrix24 делать. Либо, ну, звоните вживую, просто ставьте следующее действие, следующую воронку в тоннеле, уточнить оценку качества. Здравствуйте, я Михаил, в отделе контроля качества работаю. Хочу спросить вас, как вам было с нашей компанией на последнем проекте? И вам честно рассказывают, как вам было с вашей компанией, потому что вы не внутренний сотрудник, с кем они общались, а совершенно другой человек, отдел контроля качества для этого придуманный. Вот, должность можно себе придумать, не делать специальное дело. Значит, 64% компаний уходят от вас, большое исследование, не только российское, международное, уходят от вас потому, что они чувствуют недостаток внимания к себе. Вот 16% уходят потому, что они нашли подешевле, повыгоднее, а 64% уходят потому, что вы про них забыли. Не звоните им, не пишите и не общаетесь никак. Поэтому, конечно же, помните про клиентов, напоминайте про себя, ищите правильные поводы, делайте это аккуратно. Не на день рождения, когда мне приходит 50 смс от всех сервисов, каждый с примерно одинаковым текстом, приходите к нам, вот вам бонус. Делайте это аккуратнее, интереснее, не забывайте про своих клиентов, регулярно коммуницируйте с ними. Большущий блок про повторные продажи, называется он CRM-маркетинг, прям внутри Bittrex 24 отдельной строкой в меню CRM-маркетинг, это работа с вашей текущей базой, когда вы можете взять свою базу, поделить ее в определенном формате и сделать так, чтобы у вас по этой базе вышли какие-то информационные, ну или активные коммуникации. Значит, что это такое? Давайте мы вот сюда еще перевернемся обратно. Мы делим базу на несколько разных сегментов, как мы это говорим. Может быть сегмент статический, может быть динамический, то есть это все клиенты, которые живут в Санкт-Петербурге и которые в последние три месяца покупали у нас что-нибудь. Мы их сформировали, что-то с ними сделали. Это все клиенты, которые покупали у нас последние 10 месяцев, например. Мы опять же сделали такой сегмент. Все клиенты из отрасли строительства, которые живут на территории России, перечисленные города, или взяли какой-то отдельный город. Пожалуйста, мы можем построить такой сегмент в несколько кликов. Конечно, у нас должны быть данные для этого. Вы сначала должны внести город или пол, если вам критично, какой аудитории разослать сообщение. То есть такие данные должны быть, но по этим данным в два клика мы можем поделить аудиторию на разные сегменты и перейти к ним через разные каналы. Самый простой классический канал e-mail рассылка. Мы взяли базу, у нас есть шаблон, и мы отправили им сообщение. Можем даже в автомате делать такие регулярные отправки. Можем руками под акцию сформировать сегмент и сделать такую рассылку. Можем сделать SMS-рассылку. Пожалуйста, есть коннекторы к SMS-сервисам. Мы можем в SMS-ку бросить тоже примерный текст. Ну, конечно же, не сверстанный шаблон рассылки. Но, пожалуйста, можем использовать этот канал. Если нам не нравится SMS-ка, или если мы считаем, что это не совсем здорово, вот такой информационный повод подходит, мы точно так же можем сегментироваться на них через рекламные каналы. Выбрали аудиторию и пошли через каналы рекламы, через Google, Яндекс или рекламные площадки, и нацелили свою рекламу. Друзья, у нас акция, и я увидел ее, находясь где-нибудь на сайтах или где-то в Фейсбуке. Пожалуйста, я посмотрел и сразу же понял, потому что открываемость писем 30% не больше, а просмотренность рекламы достаточно высокая сейчас. Но инструмент не такой дорогой, как может показаться. Друзья, вообще в Bitrix24 CRM, ну, конечно, огромное количество возможностей. Сегодня мы про них не поговорили. Мы поговорили про ключевые моменты, которые для построения продаж нужны. О чем мы поговорили? Мы поговорили о том, что такое план продаж и как он строится. Вот есть цель. Вот эту цель раскладываем на определенные шаги, совершенно конкретные. Есть формула. Формула простая. Текущая база, новая база. Процент конверсии. Средний чек на каждый из этих показателей мы можем влиять и планируем, как мы будем влиять в следующую итерацию, в период, в следующий месяц или в следующий год. Если у нас совсем нет данных, то мы сначала прогнозируем и потом корректируемся постепенно. Сделали план продаж. Рассказали коллегам про то, как это работает. Вселили в них уверенность. Посмотрели на конкретные инструменты. Замерили конверсию внутри. Собрали все источники входящих заявок. Мы можем влиять на количество этих заявок? Можем. Можем влиять на качество работки этих заявок? Конечно, можем. Можем влиять на конверсию конкретного менеджера? Конечно, да. Мы можем послушать его разговоры, можем посмотреть его диалоги, можем вместе с ним проговорить, насколько классно он на каждом этапе конверсии работает. Кто-то лучше на назначении встреч, кто-то лучше на холодных звонках, кто-то лучше на закрытии сделок. Мы можем объединить их в пары, усилить каждого, провести небольшое обучение, дать им в руки скрипты. Мы можем работать с современными каналами полностью. Не только собирая заявки из Телеграма, например, или из Инстаграма, но мы можем там же, в этом же чате, совершать и продажу целиком. То есть завершать такой цикл. Мы можем работать с повторными продажами. И обязаны это делать. Очень классный инструмент есть CRM-маркетинг. Лежит он в Bitrix24, можно его использовать. Принцип такой, что вы берете текущую базу, вы за нее уже заплатили, она у вас уже есть, делите ее на какие-то сегменты и взаимодействуете, продолжаете работать. Мы можем делить ее не только по сегментам город, пол или количество покупок в последний период. Мы можем говорить, а давайте мы поговорим со всеми, с кем сделка провалилась, по причине того, что они ушли к конкурентам. Или что им было дорого, а мы теперь вывели новую услугу, которая в два раза дешевле. И поэтому можно идти к этим клиентам и разговаривать заново. Ну и, конечно, стройте внутри разные воронки на разные услуги, объединяйте их в тоннели продаж, для того, чтобы повторные продажи никогда у вас не забывались. Значит, бонус, который вы сегодня получаете, вытекает из самого первого тезиса. Друзья, пожалуйста, теперь вы знаете, ну, я надеюсь, чуть больше, чем до того, как вы на сегодняшний вебинар пришли. Но самое главное, что вы с этими знаниями сделаете? Пожалуйста, выберите один, там, два пункта из того, что у вас есть, и начните это применять. Вообще, Bitrix24 инструмент большой и коплистый. Мы поговорили про один блок про CRM. Там внутри есть и организация работы, и организация корпоративного, виртуального офиса, и магазины, лендинги, сайты, много всего. Но начать можно совершенно спокойно с CRM-системы, и в ней работать коллеги подскажут, как правильно сориентироваться. Маленькая обратная связь для меня. Я-то думаю, что я молодец, вот как мы ставили себе оценки. Значит, насколько я рассказал, я. Хорошо, а теперь верните мне, пожалуйста, обратной связи. Насколько вам вебинар был полезен? Насколько вы отсюда можете взять что-то, что унести к себе в бизнес и сделать себя там сильно или, ну, чуть-чуть сильнее? Огромное спасибо за обратную связь. Вижу, она прям в основном положительная. Круто, здорово. Значит, большое спасибо еще раз. И самый главный тезис, который есть у меня, пожалуйста, применяйте те знания, те фишки, которые вы поймали сейчас. Возьмите их к себе. Сделайте себя чуть лучше. Классных вам продаж. И помните, что если у вас остались вопросы, сегодня мы на что-то не ответили, можно поговорить с коллегами, которые работали сегодня в чате, которые к вам придут и обсудят, будет ли что-то интересное. Хорошо, друзья, спасибо большое. Сегодня завершаемся. Всем удачных продаж.